он видите точечку на потолке между лампочкой моей башкой это я комарика завалил тут недавно одно из очень немногочисленных будет напоминание мне об ушедшем жарком лете да я хотел очень хотел найти фильтр чб потому что ну что то у меня вообще с лицом беда такая что и дело уже дело уже не только в этом в постмодернизме вот в принципе вот если с этого ракурса да тут еще так свет более-менее удачно падает и вроде бы даже можно сказать что нормально все с лицом на наверное такой ракурс и оставлю хоть и люблю менять их каждую секунду что-то же надо менять в этой жизни да и он видеть эту точечку вот она прям сейчас очень-очень так на контрасте ну вот да вот это комарик прошлого лета или позапрошлого уже не важно наверное да короче я наверное сделаю для себя такую традицию что ну давайте предположим еще будущее лето будет вот хотя бы так давайте гипотетически что мы до него как нибудь то ползем и короче после каждого лета я я короче ставлю себе задачу чтобы у меня оставался комарик какой-нибудь там неважно на потолке на стене он есть один комарик который на окне раздавил но там правда неудачно раздавил там практически от него ничего не осталось и можно сказать что там ничего нет но там есть кое-какое такое такое пятнышко ну в принципе это я знаю что это там я комара раздавил а если кто-то другой посмотрит на это пятнышко даже ну ну вы поняли не обратит вниманием я вот кстати в этот раз и не шибко долго думал как назвать этот 37 до символичный по счету по циферке до 37 выпуск а все идет не по плану да все идет не по плану вы там сами думайте к чему отсылка ссылка да это как в том анекдоте житейском я ему ремарку а он не ссылку в общем название этого выпуска будет полностью соответствовать его концепции потому что еще где-то неделю назад я думал что наконец-то я могу расширить горизонт планирования до хотя бы двух недель вот и там даже у меня сформировался такой списочек типа как около сценарий на это 37 выпуск мне там один человечек я не знаю подписан он на меня еще в ютюбе или нет и но если если еще подписан то подписывайтесь от меня короче не я ни к чему никого не принуждаю ну просто впервые там за тысячи тысячи лет существования моего канала хоть один человек в комментариях невольно скорее всего подкинул мне офигеннейшую просто идею сделать разбор песни ну короче был комментарий на видео с парка с одного из моих стритов на песню лето прощай вот и там человек спросил меня какие аккорды ну как бы я то аккордов не знать моя то не понимать ну в общем он мне написал что типа ну окей а разбор сможешь сделать песни даже написал волшебное слово вот после после чего я конечно же не мог оставить этот запрос в режиме бесконечного ожидания и оперативненько ответил что окей конечно 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 почему бы почему бы нет почему бы не да почему бы нет да не да да нет и появилась такая идея собственно сделать этот разбор как раз таки в рамках вот 37 выпуска ну как вы понимаете никакого разбора сегодня не будет скорее всего да и честно я чё-то нет я помню когда последний раз брал в уроке гитару хотелось бы конечно брать ее чаще но тут уже непонятно что определяет что сознание бытие или бытие сознание пока что бытие как бы меня определяет в сторону того чтобы не то чтобы ничего в руки не брать вообще бы не желательно бы не просыпаться как бы да вот она и сяоми и проявляет свои скрытые таланты в кавычках я сейчас перед этим нажал на кнопочку пуск да и стал продолжал продолжал пытаться сформулировать какие-то мысли да и говорю 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 а смотрю опа а кнопочка то не нажалась и я такой проговорил в пустоту хотя в принципе последнее время мне кажется что я что с нажатой кнопочкой что с не нажатой один хрен говорю в пустоту это короче а что я хотел сказать то в том блоке который не записался то что сегодня 30 сентября поговаривают что исторический день в каком-то смысле я согласен да исторически ибо преодолевается очередная ступенька на пути исследования того самого глубинного русского дна и предпринимаются самые невероятнейшие попытки ответить на зуба 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 дроблятельный вопрос а если там еще какое-то дно под этим дном а по тем дном еще какое-нибудь еще и самое главное собственно если там жизнь вообще я вот честно уже не я не уверен что все что-то записывается потому что индикатор показывает то он записывает он не записывает что-то ну ладно рваный ритм да как ярослав применил такую формулировку относительно интервью которые которые вот у нас состоялась и которые кстати уже опубликовано если что у меня на моей странице оно все размещено прикреплено на моей стене ну не на музыкальном паблике а на моей персональной странице вк в общем рваный ритм интервью да собственно как и все как он сказал мое творчество хотя никаким творчеством ну я не знаю может быть он это понимает но надо же соблюдать какие-то более или менее понятные формулировки да для людей среднестатистических там не знаю кто там будет смотреть я думаю что он понимает прекрасно что никаким творчеством не занимаюсь и это что такое уже такое на уровне каких-то экзистенциальных акций что ли так вот но касательно исторического дня даже когда у вас будет просто земля под ногами проваливаться и небо гореть и воздух превращаться в недышабельное абсолютно какой-то какой-то газовое месиво да вот и в недышабельное и вам по телевизору будут говорить что это исторический день все хорошо да еще и хороводы будут проводить где-то там на воображаемой планете потому что ну тут как бы уже ядерной херней попахивает но опять же я не хочу переводить этот пост бард блог как бы связи с его как минимум названием да вот это вот политическую хрень и вообще как бы вы сейчас наверно очень удивитесь но я политикой как бы не интересуюсь и и не увлекаюсь уж тем более и не знаю не знаю сыграла ли это со мной из мне так скажем подобными злую шутку ну наверно сыграла только на чьей-то совести если она конечно есть там у кого-то короче все идет не по плану вот хоть и из всех утюгов утверждается обратная ну да 1984 война это мир вот незнание это сила да так осталось четыре минуты я все-таки стараюсь соблюдать 15 минутный 10-15 минутный лимит и чтобы такого еще сказать да в этом выпуске не будет разбора песни и лето прощает но есть небольшая вероятность что сейчас я подлечу свое горло верхние дыхательные пути вот чуть-чуть ликвидирую вирусные очаги в своем организме ну чтобы хотя бы смочь в этом разборе что-то спеть да не закашливаясь вот ну и чтобы у меня пока хотя бы не с такой интенсивностью раскалывалась голова как сейчас короче вы поняли сейчас по запрягаем по запрягаем вот и да опять же я надеюсь что нас не настигнет тотальнейшие информационный коллапс то есть потому что сейчас буквально каждый день может все перевернуться кверх третичным дном вот нам могут все отключить вести какие-нибудь положения особые в стране вот и это да весело это как я сегодня сформулировал такой афоризм что пацифисты пока пацифисты призывают к миру да не говорят что война это плохо военные спокойненько воюют все как бы хорошо да все занимаются своими делами в общем будет разбор но наверно в следующем выпуске вот может быть даже следующий выпуск будет целиком посвящен этому разбору потому что честно признаюсь я уже не знаю о чем говорить вот я в принципе мысли у меня столько что всех цензоров этой планеты на них не хватит так что давайте короче чё там берегите себя себя своих близких вот бодрости духа вам грации пластики посмотрите мою интервью вот пока она еще доступна буду рад вашим отзывам ну только давайте если захотите написать какой-то отзыв ну давайте без без вот этого да там вот так вот психи становятся героями там душное видео вот это ну да там был душновато в помещении не спорю а по поводу психов и героев да ну вы не переживайте у вас тоже все впереди короче если вам нечего сказать по существу ну наберитесь смелости хотя бы это признать ну и да не забывайте земля круглая и одно небо мать его на всех